Арки заняли свои места. Берега Крыма и Тамани соединились автомобильными пролетами. Мостостроители сооружали огромные конструкции в несколько этапов. После открытия автодорожной части моста в декабре 2018-го интенсивность движения может достигать 13 тысяч автомобилей в сутки. На полуострове активно строят скоростную Тавриду. От Керчи до Севастополя работы проводят в шесть этапов. Трасса сможет обслуживать более 40 тысяч автомобилей в сутки. Совсем скоро в Крыму откроется новая воздушная гавань «Крымская волна» терминал аэропорта Симферополь. Через несколько месяцев он примет первых пассажиров. Это будут очень достойные ворота всего Крымского полуострова. И наверняка этот объект станет одной из визитных карточек столицы республики города Симферополь. Для реализации федеральной целевой программы в уходящем году Крыму было выделено порядка 53 миллиардов рублей. Эти средства направлены на модернизацию объектов энергетики, транспортную связь, развитие промышленного комплекса, а также на благоустройство социальной сферы. Однако по итогам года у главы республики остались вопросы, касающиеся темпов выполнения поставленных задач. «Завтра, то есть по итогам служебного расследования, будет определено. Субъективные причины будут наказаны должностные лица. Объективные. Но что делать? Будем искать варианты по внесению изменений в законодательство. Такое поручение Дмитрий Николаевич Казак здесь дал Министерству экономического развития Сергею Макаровичу Назарову. К той части, чтобы можно было исключить из норм закона те моменты, связанные с обращением граждан или юридических лиц, которые в конкурсных процедурах участия не принимали». Год был насыщен и для тех, кто занимался законотворческой деятельностью. Депутаты Крымского госсовета впервые утвердили трехлетний бюджет. Запланировано, что общий объем доходов и расходов за следующий год составит более 170 миллиардов рублей, а дефицит – 2,5 миллиарда. В этом году в России приняли закон о списании с крымчан долгов по кредитам перед банками Украины. Так, задолженность списывают, если по состоянию на 18 марта она не превышала 5 миллионов рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентной этому же объему. В уходящем году баловал полуостров своим вниманием президент страны. Владимир Путин гостил летом в Херсонесе-Таврическом, посещал 35-ю береговую батарею, также выступал на фестивалях и форумах. Приезжал с визитом Владимир Путин и в Артек, осматривал центр после реконструкции и общался с его воспитанниками. Недавний приезд президента в Крым – участие в церемонии открытия памятника Александру Третьему в парке Ливадийского дворца. Александр Треть любил Россию и верил в нее. И открывая сегодня этот памятник, мы воздаем должное его делам, свершениям и заслугам. Мы выражаем свое уважение к неразрывной истории нашей страны, к людям всех званий и сословий, которые честно служили Отечеству. Огромные перспективы принес Крыму в уходящем году Ялтинский международный форум, на котором было подписано соглашение на сумму более 65 миллиардов рублей. Количество участников мероприятия превысило 2000 человек. Из них 200 – представители 46 стран мира. Этот факт доказывает еще раз то, что многие инвесторы не боятся блокады полуострова и готовы сотрудничать с республикой. В 2017-м увольнение и кадровые перестановки коснулись крымских министерств и администраций. Изменились руководители Минэкономразвития, Минтранса, Минкурортов, Минтопэнерго, МинжКХ Крыма. Покинули свои посты главы Госкомцен и Госкомнац. Ушли в отставку главы администрации Ялты, Феодосии, Симферополя, Судака. Кадровые ротации произошли также на госпредприятиях. В 2017-м Банк РФ начал выпуск новых купюр. Не обошлось и без сюжетных картин полуострова. На 200-рублевой банкноте изображены символы Севастополя, памятник погибшим кораблям с лицевой стороны и виды Херсонеса с обратной. Как сообщают в Центробанке, для изготовления билета использована хлопковая бумага повышенной плотности с полимерной пропиткой. Следующий год обещает быть еще более насыщенным. К примеру, завершаются многие строительства и реконструкции. В действии будет проверена работа новых законов. Ежегодный Ялтинский экономический форум может привлечь новых инвесторов. Крым продолжит развиваться, радовать своих жителей и принимать гостей со всех уголков планеты. Егор Зайцев, Анастасия Донская, Служба новостей и ТВ.